Давайте мужчину, Майя, да, сейчас мужчину буснем, все-таки разбавим немножко, марафон женский, Евгений Цоколов, пожалуйста. Женя, будете медленным, скучным, ненаполненным, я вас... Если кому-то неинтересно, другим дайте послушать, рты закройте, не буду лукавить, скажу вам честно, в сердцах меня вы хоть матом кройте. В сердца я к вам заглянул с любовью, и кто-то почувствует даже это. Люблю вас, люди, и желаю здоровья, я душу вкладываю в свои куплеты. Ты устал от всего, все еще впереди, не спеши уставать, уставать, погоди, ты открой шире рот, воздух грудью вдохни, не спеши уставать, уставать, погоди, помолчи, послушай, кругом птицы поют, радость в ваших ушах, счастье в доме уют, посмотри за окно, шире очи открой, видишь, нет суеты, в жизни только покой. Теперь рот на замок, в уши пальцы заткни, закрывай же глаза, чувствуй силу внутри, может ты не доспал, может ты не доел, может быть ты из жизни другого хотел? Сколько будет еще в жизни сумрачных дней, вам не скажет никто. На усталость забей, зарядись изнутри, будет все, зашибись, ты добьешься всего, только в цели стремись, веру в грудь посели, не надейся, не жди, сам за счастьем своим в путь дорогу иди. Коль устанешь в пути, покури, отдохни, не спеши уставать, все еще впереди. Зачем вести крестовые походы, отстаивая истину про Бога сгоряча, топтать чужие взрошенные всходы, юнца карая розгами с плеча? Зачем сжигали заживо ученых, держа священное писание в руке, всем вечно врали лживые законы, держась за истину, сидя на сундуке, крича Аллах Акбар, взрывали самолеты, колонии порабощали племена, молились, делая подсчеты, куда важнее для них казна, молились все. Но многие забыли, что в истине заложена любовь, топчая ее в дорожной пыли, мы забываем вновь и вновь, все осуждают сплошь и рядом, один таков, другой сяков, и смотрят взглядом, словно ядом, друг в друге, видя дураков. А может, хватит этих мнений? Пусть будет каждый, так, как есть, лишь слушай сердце без сомнений, и дай совет, не оскверняя честь. Спасибо, Евгений Яцоков. А что, понравилось, что ли? Банальный стих, по-моему, последний. Вы понимаете, на такую тему писать, чтобы вот, когда осуждать, это надо настолько искусственно, чтобы пробить, как бы вот, когда вот такие темы затрагивают. Просто смысловое перечисление каких-то вот на эту тему. Подожди, у нас такой проект, ты сам. Я в курсе. Есть мнение? Вот ты сказал, что каждый второй пишет в Питере стихи. Вот это где-то в этом ракурсе. Первый стих, хорошо. Если назидательность присутствует... А ты вообще назидательный автор, ты-то вообще... Понимаю, назидательность должна быть оправданная, иногда она неоправданная. Ну, то есть, тебе показался он слабый. Хорошо, дальше есть мнение? Говорите. Искренне, но не поэзия. Искренне, но не поэзия. Искренне, молодцы. Андрей, скажешь что-нибудь? Обратите в другую рекламную кампанию. Вас возьмут с удовольствием. Я написала... Спасибо. Подождите, подождите. Андрей, скажешь что-нибудь? Я не отравлюсь. Ну, я бы хотел бы советовать ему как-то переломать что-то в себе, чтобы пропустить через какую-то мясорубку. Да, да, да. Потому что, конечно, это банально. Да, да. Плавис, у вас... Я скажу, когда заходите. А, когда заходите. Так, хорошо. Вот, вы знаете, я не случайно попросил побольше мнений. Женя, помнишь, ты читал в третьем отделении? Ты читал в первом. В первом. В прошлый раз. Можешь сейчас это прочесть? Прочитай. Тогда плохо записался. Да, да. Пожалуйста. Евгений Цоков. Крещенский снег. Сегодня я прощу за все. Себя и всех. И мне помощник будет в том крещенский снег. Хрустят его снежинки холодом в ладонь. Проснется совесть и в душе огонь. Очищу полки от ментального хламья, обид и прочего душевного старья. Заполню в эту пустоту свою любовь. Обиды колют мне не глаз, а только бровь. Поставлю точку я войне, что против всех. И мне помощник будет в том крещенский снег. Вот это мне нравится. Спасибо, Евгений Цоков. Здесь искусство больше, чем в том, который ты обречал до этого. Лично для меня.